Всем привет! Сегодня видео о моих процессах, о том, что я сделала за январь, что у меня вышилось. Ну и сегодня я с вами не одна, мне решила состоять в компании моя помощница. Я считаю, что у меня в январе навышивалось немало, достаточно хорошо продвинулись процессы, но ничего не закончила я ни один из своих процессов. Все, что вышивалось в конце прошлого года, все есть и сейчас в работе. Больше всего у меня продвинулся в Нью-Йорк. Он, в общем-то, практически закончен. Осталось совсем чуть-чуть вот этот вот кусочек всего-то дошить и сделать бэкстич на верхней половине работы. Даже было желание, на самом деле, не снимать видео о процессах сегодня, а подождать еще пару дней и показать уже готовую работу. Потому что мне кажется, ну, вот буквально два дня мне будет достаточно. Хотя, может быть, впечатление обманчиво бывает. Лично у меня часто бывает, что когда работа уже подходит к завершению, кажется, что вот-вот, вот-вот она закончится, она все никак не заканчивается. Такое тоже случается. Поэтому, ну, я думаю, что в ближайшие дни я все-таки ее завершу и уже покажу в отдельном видео вам и процесс по этой работе, и впечатления тоже расскажу. По-прежнему я очень довольна этой работой. Мне все нравится, то есть удовольствие получаю огромное. Несмотря на то, что у меня еще два набора из этой серии, я, скорее всего, не буду сразу начинать какой-то из них. Сделаю все же перерыв. Когда у меня освободится вот эта вот рама вкуснапа, я планирую на них продолжить вышивать вот этого музыканта. Это музыкант от Анкор, напоминаю, Трубач. Вышился он у меня, так, прибавление тоже весьма заметно по сравнению с прошлым месяцем. В общем-то, так вот, ноги уже полностью готовы. Перехожу к пиджаку музыканта. Ну, попутно фон тоже вышивается. Вот так. Это выглядит поближе. Ну, сейчас временно музыкантами я отложила. Хочу закончить вышивать Нью-Йорк и использовать эти вкуснапы для музыканта. Думаю, тогда у меня он пойдет гораздо быстрее, потому что сейчас я его пока вышивала на руках. В принципе, считаю, что здесь тоже продвижение хорошее. Дальше. Очаровательный такой хомячок. В прошлом месяце у меня была только ягодка. Теперь уже появляется, ну, даже можно сказать, почти появился главный герой. Такой вот милый хомячок. Он еще тоже без бэкстича, поэтому такой пока не слишком выразительная мордашка у него. Но обязательно все будет намного более четко после того, как вышивается бэкстич. Сам хомячок вышивается очень легко. Даже я бы сказала, наверное, это самый простой фрагмент вот этой работы. Потому что все остальное, травка, ягодки, там гораздо больше всяких переходов, больше цветов используется. А вот в хомячке все достаточно как-то так просто. Ну, такой яркий, позитивный процесс. Тоже получаю огромное удовольствие, когда я его шлю. Мой сказочный планетариус. В этом месяце я считаю себя практически героем. У меня достаточно прилично так добавилось в этом процессе. То есть полностью добавился вот этот вот рукав с этой стороны. Немного тут бороды добавилось тоже. Был только маленький кусочек на фоне. Вот небо, звездочки, тоже этого не было. И я начала делать бэкстич. Расшивать мантию узорами. В принципе, процесс довольно-таки такой захватывающий, можно сказать. Но уже подустала немного, потому что очень много цветов используется. Вот, например, на вот этом участке используются 4 цвета. То есть здесь 3 таких желто-золотых оттенка и 1 такой желто-зеленый цвет используется. Плюс вот здесь, на вот этой части, идет тоже вышивка голубой ниточкой бэкстич, который плохо достаточно видно. В некоторых местах, на мой взгляд, бэкстич настолько плохо видно, что я даже не вижу в этом смысла. Но, тем не менее, расположено то я вышила. В каких это местах? Вот, например, сейчас покажу. Вот эти вот полосочки вертикальные. Там есть бэкстич, который тоже вертикальные полосочки, еще сделаны таким темно-синим цветом бэкстича. Ну, я вот сейчас не знаю, как это будет видно на камере, но мне, даже зная, что он там есть, приходится присматриваться, чтобы его увидеть. Потом вот эта вот зеленая полосочка. Да, горизонтальный бэкстич видно. То есть эта полосочка выделена и сверху, и снизу. Но, помимо этого, здесь каждый крестик тоже разделен бэкстичем. Буквально каждый. Для чего? Не совсем понятно. К тому же, это тоже, на мой взгляд, не видно. Ну, все остальное, пожалуй, более-менее читается. То есть есть бэкстич темно-синим цветом вот здесь вот по контуру. Но он как-то выделяет контур вот здесь по контуру. Просто за счет различных четверть-крестиков вышивка и так достаточно с четкими контурами. И когда ниточкой в цвет идет подчеркивание этого контура, это, ну, мало заметно. Но, тем не менее, я считаю это обоснованным. А вот на вот этих вот полосочках и на зеленой вот этой полосе мне непонятно для чего. Так, бэкстич. Также добавился бэкстич на вот этих вот символах на мантии. Вот, которые на зеленом фоне, которые на поясе. Сам пояс тоже уже с контуром. Честно скажу, я прям довольна, как продвинулся мой планетариус. У меня уже есть четкая уверенность, что я его все-таки вышью, я его закончу. Это уже просто неизбежно. Вот сейчас, наверное, уже буду переставлять раму и переходить к его голове, рукам постепенно. И потом уже добавлю на рукава, здесь еще будет выкладная нить по контурам рукава с металликом. И французские узелки, которые я пока не делаю, это будут в основном звезды, но также тут есть кое-что на планетариусе. Я их пока не делаю, потому что не хочу, чтобы когда буду переставлять раму, чтобы французские узелки попали под зажимы, чтобы придавлены были. Поэтому французские узелки буду делать в самом-самом конце. Ну вот так много, наверное, сегодня наговорила про него, про планетариус. И новый процессик, который я начала в этом месяце, это небольшой вот такой наборчик мини-голд от фирмы Dimensions. Такая вот розочка, букет с розой. И вот столько у меня вышилось на данный момент. Ни много, ни мало, так как есть. Вот видно уже ленточку читается она, видно листочки, которые в букетике, и синенькие цветочки тоже видны. И вот немножечко-немножечко совсем началась сама розочка, которая в центре букета. Обзор этого наборчика был вот буквально предыдущее видео было о нем. Поэтому подробно рассказывать не буду. Пока только скажу, что впечатления достаточно ожидаемые. То есть здесь не соскучишься, нитку приходится менять постоянно. Вышивать интересно, ну, пожалуй, за исключением вот этой вот фоновой каемочки. Все остальное прям интересно. Пока плохо очень все читается, потому что здесь достаточно много бэкстича, которые буду делать, ну, пока не знаю, может быть вообще в самом конце сделаю сразу весь. Ну, в общем-то, хотелось мне чего-то маленького, сложненького, интересного. Именно это я и получила в этом процессе. Ну вот на сегодня и все. Следите за моими продвижениями в Инстаграме. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.